16 кабанов распиленная дверь и не пускают вадима то есть вы приехали в 5 утра забирать товар путем распиленной двери то есть вы решили украсть того или как нет нет я знаешь такую отгрузка как бы меня не очень никак не пропускает никого не пропускает кто им не выгоден господи это реально сука 90 это просто 90 посмотрите как щемит моего мужа приехала организована это не грузчики ребят вы сами видите видели как они меня бычь или все явно не впервой деньги не поступали на счет поэтому как они могут забирать товар за который деньги не поступали на счет у вас разговор на крупную сделку он не подписан протокол на собрание что все что вышел полного капитала полометал 10 тысяч рублей ты я вам говорю у меня их 3 вам до вас такое да конечно отчетка вида предохраняйтесь маски то вот видите вот оскорбление они не очень какие-то интеллектуалы ну видимо да если смог какой построить а тебе только пизде товар в чем проблема я один собственник парен под следствием гендир под следствием понедельник уже идет во бэб я не нервничая хуева вот тут такой такой оси что ты такой вы заявляете от лица кого а это за ним но какая к вам относится то здание так я спрашиваю но не суть это какую не делать явно на заручиться поддержкой говорят какая-то сделка типа товар продан уже есть собственник троллевали если не хотите говорить я не буду говорить не сотрудники в компании это в один за них уже выплатил деньги он получил свои деньги вставлять лишь этот человек сказал что он получил мало денег господи это реально к 90 это просто 90 посмотрите как чем из моего мужа парни всем привет вадим доча кто не в курсе васильник кому нужно 20 человек вот так вот у них всех маски сколько он стоит 15-20 это цена роус-ройса станина левая правая и вот это подписи это ластрец и здесь лучше купить продай это правда я раньше тоже верил родины патриотизм вы поняли лев это еще 20 лямов в общем сегодня мы вам расскажем как можно сделать железную вставку на производство одежды это кстати наш мир который вы уже многие знаете по моему инстаграму ну что такое мерч и огромное производство все равно расскажет вадим и также как вы знаете когда делаются разные железные ставочки как букмекер может вам заблокировать счет и ничего не выплатить так и ваши компаньоны по бизнесу без ставок могут просто попытаться поломать вам все что вы строили годами большой бизнес большие ставки вадим правильно понимаю что ты вообще начинал с блогинга занимался спортом пауэрлифтингом и когда когда набрал прилично большую аудиторию ты там питание спортивное что ребятам там советовал что-то типа химии но моего не у многих и протеины химия тоже да и когда набрал прилично большую аудиторию и смерча начал попал околки на аудитории у меня что же такая background такой специфичный тоже дети ли да хитит всех можно сказать успех это плохо как ты пришел к созданию одежду сначала у меня было спортивное питание у меня что было около 70 магазинов был свой портал самый большой был сам большой паблик и наверное самый большой youtube канал ну так плюс-минус вот я начал продавать спортпит и меня попутно еще шел другой проект с пятнадцатого года это банофайт это вот мы случайно там для моей жены отшили пуша плосины она их выложила в интернет тогда хавали все любой контент любые какие-то новые вещи необычные а тот момент был только майк адидас рыбак и собственно это все по первой системы такие x2 x3 давай наворачивать типа две лосины отсыл продал можешь 14 у нас очень прям в гору перло и потом начали появляться новой модели и потом открыли производство так как все завертелось то есть вы понимаете вниз не как-то просто пришел занес денег открыл поехали чисто утра сама лосины сделали для себя и движуха пошла может сказать вот так по чуть-чуть всем привет так в общем друзья первый мерч по вот этой картине виктория весь врут сейчас уже поступил в продажу вот инстаграмм в директором можете написать не то что в любой город вам отправят посылочку но и в любую страну что означает вы уже поняли да то есть везение мы всегда думаем о везении ставочники не только ставочники тех людей вообще живет и каким-то образом пытается рисковать в жизни и нам повезет благодаря виктория весь брут и и вот эти две картины они просто великолепны это специально спешил по гэмблин пипл первая картина бенджами франклин вот и в общем то здесь вы видите много всего разного что намекает нам на то что спорт потому что не продаж думаете сами надо было придумайте вот все придумайте подумайте не придумали придумали мы с тобой а вот в этой милые дядечка в очках улыбается и с хитрым таким глазом пирамидным подразумевает в себе три буквы м вот эти вот дядюшки вам сейчас подходят и говорят о том чтобы закопали свои деньги в некое поле дураков и вырастет целое дерево и вы в это до сих пор ведетесь хотя еще с детства вам говорили о том что вот же сказка которая говорит что не нужно так делать чтобы с тремя корочками хлеба не сидеть но в наше время ребята вот с такими звездочками с такими решают подобных и все у них срастается по мере своей возможности запоминайте таких в лицо и не лажайте если кому-то интересно приобретение этих двух картин вот инстаграм вики подпишитесь там кстати не только по поводу приобретения картин такие вещи которые валиком исполняются на 16 этажных домах 20 20 этажных дома в одиночку я думаю ради этого уже стоит подписаться следить за этим творчеством ну и по обретению картин можно писать в личку хотя она вам не продаст потому что эти картины продаются через галерею ссылку на которую мы тоже оставим в описании это вы сейчас сюда переехали потому что твой компаньон попытался совершить ну это же можно назвать рейдерским захватом дом это это рейдерский захват полноценный все по пунктам по статьям рейдерский захват и совокупность статей подделка документов учредительных документов захват активов банкротство эффективное это все совокупности у нас имеется мы сейчас многие говорят что типу ты его поставил генеральном это твоя ошибка была оба что ты поставил генеральным тут все очень просто я всю жизнь избегать их бумажек бюрократия юридические моменты финансовые цифры я большего типа коммуникации общество лидерство харизма создание идеи продукта продвижения продажи я вот себе всегда вот пытался забрать именно вот этот кусочек а это все успехи что мне было в первом проекте ошибка знаешь на доверие даешь такую самую главную на самую часть через который можно сделать все а себе забирая реализацию продукты ж мог остаться сам быть генеральным а его делать исполнителем как раз таки у него вся движуха бы была я вот мечтаю быть именно кем-то ты не анализировал не разводил тебя изначально уже зная наперёшь типа поставь на генеральном там не было такого нет я сам предложил один дирам смотри у тебя вообще вросло производство постепенно все в один прекрасный день ты приходишь тебя просто даже не пускают забрать свои личные вещи да это профессиональные у нас рейдеры нерве то лихать и но у нас преступный синдикат вот виталия андреев кстати говоря что они типа тут охраняет я им ничего не платил с организации ничего не перечислялось но они те типа защищают интересы компании я соучредитель я исполнили тор денег никаких переводов не было там телефон ноу-бук что-то еще это кстати уже идет нарушение закона независимо от того генеральный директор либо вообще владелец этого здания вы не имеете права звать туда людей свои вещи какие-то приносить а потом их туда не пускать поэтому обсуждать тот факт что типа это генеральный директор может решать что хочешь нет ничего хочешь умножь ты приходишь все закрыто стоит какие-то дядьки в масках и в наглую уже по классике там начинают тебя отталкивает то есть видимо что у них опыт уже есть в этом да это силовая такая поддержка это не грузчики не администратор это ребята с опытом ну такая силовая уличная поддержка вот они достаточно грамотно юридически тоже знать что можно что нельзя за что может пролететь 20 человек вот так вот у них всех маски ну типа не случайно понимаешь кто вот так вот с утра будет носить маски вот здесь у кого кепки у кого по капюшону половина рации есть там у троих есть оружие все шарят все очень бодренько так вместе понимает работают вот камера поникла вся эта дверь взломана вот такая вот отгрузочка они называют что это легальная отгрузка только она в три раза дороже и совершенно не бьется с накладной на нелегально ребята думали они приедут здесь никого не будет здесь все записывалось они вырвали все забрали себе то куда записывалась но это уже изъяли у них вот я понял что это профи когда и они начали возить первую машину я вот так начал своим телом преграждать люблю я ласим и не хочу отдавать я не знаешь такие три человека четко ты стал по выделить вот так ухоп иначе на вот так вот оттесняют знают как работать а я еще на тот момент не понимал то есть мне что-то угрожает или нет будут они там не башку права нет на самом деле настроя не было они искренне верю что они просто все выкрадут и увезут для эти девочки дизайнеры пришли даже образцы образец стырили вчера или только вот хотели примерить а его уже нет просто не все было в кроссовках от и до это с кроссовки для фотосессий большей части нету вот зачем они могут вообще быть нужны эти кроссовки помошенные как которыми ну в которых не там снимаемся на съемках чтобы быстрее было чтобы не носить вот это вот зачем может понадобиться чехол ну форму не знаю это вот это даже контейнер тут на помойке мне кажется лучше найдешь зачем это надо было мне нужно типа ручка сломана пытались но не получилось ломать сейф документы все на месте родницы вызывают полицию потому что обнаружил вчера к сожалению оставила здесь кошелек и вот уже украли она попросила девочки спрятали его в ящик видимо продлину по ящикам тоже ползали забрали кошелек короче даже спиздили кроссовки деньги карты все что угодно все что попадалось диски у рената там камеру еще что-то очень очень интересная была отгрузка пацана отгрузили все что отгружалась потом бы и плитку отгрузили туалет и вы хотите они не знали что там окажется охранник это вот спасибо моей жене она вот у меня паникерша и она такая надо поставить надо поставить я даже не гендир я даже не могу официально нанять охрану в итоге там чувак сидит просто первая его смена и он звонит если бы не вот этот человек скорее всего все вынесли на и действуем по закону сейчас будет читаться товар вот он так выглядит началась примерка сверка с их накладной которые сделали которые приехали как бы вот этого уже нет воды накладной там еще одна коробка чего нет в этой накладной но почему-то решили вывести почему так поступил еще не мог прийти к себе искать вадим я хочу там бизнес поделить уйти потому что он знал что ты скажешь какой бизнес все тут нет ничего или что чувак пришел с тремя миллионами в компанию он через полтора года уходит но в районе 17 миллион всего деньги приумножены он очень плохо работает его решение его отсутствие инициативы игнорирование задач переносит огромнейшие убытки компании мы с ним расстаемся то есть он заработал вот все вся история я деньги ему отдал но ему показалось мало какие еще бумажки сделал никит новенький вот так вот такой маленький вчера еще в общежитии было сегодня вон уже чем утит да какой никто ко мне не приходил меня игнорирует третье место врачу три месяца эти могу показать не берет не трубки не отвечать на sms не получает письма мои не знаю как достать его рассказывать вам сказки у меня вся хронология есть ну конечно вам напиздил в три короба может быть я уже не спорю что может быть он видимо захотел больше на самом деле основная причина он попал под влияние своего друга которого зовут виталий андреев этот все время его пичкал информации да ты крутой да ты достоин большего да он никто да это просто человек который сидит в телеграммчике раздает указания с тобой несправедливо поется и просто если капать на мозг это гадание то она действительно в эту всю информацию начинаешь верить он вышел он подарил вам свою долю или никите подарил по протоколу он вышел из компании да потому что остальное интерес да и оставил проценты свои обществу которые вы поделили а по договоренности это было что он дарит свои свою долю вот этому андрееву и теперь андреев с одной компанией вывозит товар на другую а то такая компания а то компания выводит весь товар финляндию продает поэтому грубо говоря товарищи мы сейчас поставили на сторожок по некоторым моментам что он финальный теперь пересекать не будет у вас серьезные полномочия мне до сих пор интересно знать кто вы что вы уже знаешь государственная тайна когда придешь это самое будешь по другую сторону стала тогда и узнаешь ну конечно там и бывают разного сады я пока позвали кушевать и 91 года рождения отдыхай плюс он так много поступал с нашими многими сотрудниками типа ты там крутой дизайнер на тебе все держатся ты там вообще делаешь вещи которые приносят миллионы а вот там какой-то продажник всего лишь там два опыта прода у нее 200 тысяч зарплата и тому тоже подсадить на уши воды ты делаешь есть оборот компании и он у нас и так у всех сталкивал а он сам был блогером он умел аудиторию перед этим какую-то потому что мы же прекрасно с вами понимаем что огромное количество одежды может любой из вас выпустить продал свою квартиру москве сделал а ты попробуй продай найди аудиторию чтобы тебя услышали увидели начали заказывать это же приходит благодаря аудитории в основном или я не прав аудитория это стартовый капитал безусловно без нее было бы тяжелее не часто ты уже понимаешь как начать без аудитория но я имею ввиду именно твое производство она же началось благодаря youtube каналу в принципе вообще есть постепенно нарастающий у меня половина дилеров это люди которые с моих первых видосов отрасли почему он с тремя миллионами пришел к тебе а не кому-то еще потому что лосины уже продавались компания очень до быстро росла тот момент а потом она замедлилась все его приходом то есть это вот так вот потом вот так вот потом мы пришли к долгам отрицательные там прибыли плюс я уже все продался свои паркинги машины квартиры чтобы заткнуть дыры и я тут уже последний день беру все чувак ну давай прощаться и сейчас мы снова вернусь вот это состояние ребят сейчас мы покажем этот невъебательский крутой двигатель вы готовы увидеть там пиздец электрические разряды будут аккуратно там плазмогенератор до урановые плазмогенератор ну-ка вы готовы увидеть это блять это точно твоя машина ребят мне кажется на и отработал вот это движок и самое главное невидимый ребят он просто невидимый где заряжает вот это ну здесь в кейси в макдак заезжаю заряжаю ладно ребят мы вас наебали не стоит она сколько теперь 18 лямов не стоит она 18 лямов это короче батафория мы на на мосфильме находимся через два-три года что произойдет ты говоришь ну понятно что двс уже развиваться особо некуда вот эта херня очень быстро развивается лошадиные силы растут просто в юбических прогрессах или процессах геометрических хуйня очень быстро у них растет километраж который они могут проезжать то есть там уже 1000 2000 обещают что какие-то технологии которые позволят миллион проезжать но это пока пиздеж наверное вот и что они будут заряжаться очень быстро вот это если в правильной зарядки она может уже за 20 до а сейчас сколько она заряжается это такая зарядка 50 киловатт в основном сейчас везде поставлю но она может переводить 270 киловатт если ночью держать на 5-6 раз экономичнее бензина вот и вроде как ее типа обслуживать не надо там никаких форсуночек всяких этих прикольно всю напрямую электро батареи и движок охереть вот так просто надеть попки женские волосины и купить себе вот 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 этот ну как хочешь стать миллионером сделать что-нибудь для миллионов хочешь купить porsche сделал оси на создать свою каперскую программ каперское бюро свое создать так здесь короче ткань до проезжает да но и сейчас мало на самом деле сейчас привет к антеннер здоровенный и тут все не поместится вы сейчас недавно сняли только да вот это вот все помещение фактически а можем о цифрах говорить вот три годом интересны цифры вот например аренда всего помещения кто-то здесь арендуешь сколько месяц занимает день миллион двести миллион триста аренда стоит до петербург чё центр часа центра ехали 18 минут до тебя не это нормально это в рынке при 4 тепло хорошо вся пожарка все было вот ты закупаешься тканью на все вообще на всю одежду какая только у тебя производится сколько закупка в месяц как идет сколько лет до денег на 5 среднем понимаешь разные там суммы бывают у моей компании сколько оборота уходит месяц миллионов 12-15 миллионов 15 это оборота называют а это сколько я трачу на материала 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 в одежде составляет примерно 95 процентов между 21 5 процентов все остальное это фурнитура нитки всякие вот там вышивка еще что-то на зарплату сколько месяц уходит на всю компанию ли нашли на всю компанию да нашли их сколько я в среднем зарабатывает от 40 до 90 отношу я может заработать 90 это прям профессионалки которые работают что много иногда субботу приходит больше восьми часов работает вот а так среднее это 55 наверно 6 потому что ты можешь заказывать наш у кого швейная работа уфсина у нее они всего 4000 рублей платят зарплату заключенным и они шьются я тебе могу сказать неплохо и меня все время к этому толкает бабу было реально такое конечно мужскую я скорее всего попробую но женщины не очень захотят я все таки чуть-чуть верю вот энергетику эзотерику люди счастливые должны сшить благодарны и вкладывают это все и клиент тоже становится слева и поэтому вот это важно как выглядит производственный цикл легкой промышленность на всякой промышленность легкая на то и легкая что здесь очень все просто вот тебе привозят ткани это может быть там турция вьетнам там таиланд китай и италия все вот она пришла пишут и спрашивают сейчас в комментариях а почему не россия вот например вот это синий это россия но не получается в россии сделать как-то значительно дешевле и лучше наша экономика в принципе на это не заточены привозишься огромные пошлины огромные налоги все криво косо настроены люди не заточены на добротную работу что-то там здесь урвать тендер и хуиндеры и все как бы долгосрочные инвестиции в россии одни на хер никому не нужны здесь лучше купи продай но это правда я вот раньше тоже верил вот это все родина патриотизм вы поняли родина патриотизм рабочие места я потом пришли детки так красиво это нас переделал переговорку раздевалку у тебя в стиле так на жорного зала такие за стоят здесь закройный комплекс фактически он обеспечивает автоматизированного оборудования дорогое там миллионов 15 сейчас душно не на нас было новое ты смотри мы туда положил кусок ткани сейчас его разматывает вот что такое разматывать размотала просто все отрезает сам станок твой да сколько стоит 15-20 это цена роус-ройса парни роус-ройс ему партнер дима а я варенься троллил типа вот и урос купил у тебя он дешевее то у меня мочи мой урос вид как катается водитель круглосуточно дальше можем сейчас он в это все за стиле там к 40 50 слоев дальше херня сюда едет здесь вакуум пленка все уплотняется всасывает и начинает быстро ездить и резать я смотри он делает белую ткань значит она будет идти под печать сейчас мы переместимся следующий роус-ройс посмотрим о тут не один роус-ройс парни ничего себе а звездное небо есть звездное небо у меня в голове ребята еще 20 лямов стоит здесь специализированная бумага она сейчас наносит вот как у них притру красивый хороший госпожа типа того да тут никто из них туаллесентный чтобы очень ярко было насыщено и вот эта фигня очень быстро печатать найти может блин за сутки на фигачить на это лосина сейчас да да смотрите ребята это очертание булочек это волос это пора он под булочки до зайдет короче что вы видите на этой картине да это штанина левая правая и вот это подписище это ластовица все сейчас мы там дальше это херачи вон и башу лёха ты еще 20 лямов да только здесь на этом аппарате не написано ребят где эти 20 лямов взять давайте поищем может где-то написано вот видишь эти куски да вот сюда засылать бумагу бумага едет и на сверху кладут куски пропали а это все дальше будет заправлять вот подписчик понял я трогать не буду здесь будет тысяч каждый раз когда ты кладешься думаю в этом полю клади нежно о ребят пикачу да у нас есть латисти классе пикачу а жопа там видела парки пола никто ни разу не подавал он тебя нет поэтому нет о marvel пытались сюда пытались мы были этот момент маленькие не особо как отмазались что сказали да просто продали петельку пристали продавать вы сказали а ну ладно не будем больше а там чтобы начинать их продавать там 35 процентов у комиссии так мне очень жопа понравилось хочу там вот там багажник есть ребята посмотрите вы сюда можно спрятать тело гафарова вместе с тарасовом если просто 69 их сюда засунуть прикольно сушу ну нормально багажник не отсутствует крем фишка не просто не батарея очень низко всех электрокаров у нее крен меньше чем 911 то есть она типа стоит как утюг и у нее почти что не надо никогда менять эти колодки всякие тормозные диски то что она тормозит двигателем как правило только при этом торможении то на колодку подключают при этом и ездишь так и рекуперирует напомню с ними на вот этот короче пердак тараса когда ты его разъёвывал они а мы сейчас про гендиректора говорим да ну вот это как пример а вот такой а когда гендирую вот эту тачку так вот и вот здесь уже прямо начинается подгорать дали его дружок считалось потвердывает дай ребят шутки шутками но завис на самом деле штука хуёва никогда никому не завидуете всегда радуйте счастью других и тогда будете счастливы сами эта рубрика афоризма от эндрю капера подписывайтесь на наш телеграм-канал вот раз есть отголоски рейдерского захвата вот эта дверь она хрипкая вернули то что-то отлетело и в принципе все дверь открыли потом пришли опечатки брали блин а как так гендиректор не мог дверь открыть свою зачем он ее ломает что выяснилось что документы поддельные договор прошлогоднего никто не видел сегодня впервые увидели товар который они просто забирали со склада несмотря кидали в машины это все зафиксировала камера как они срывали камеры все ломали дали скрыть сейф сейф сломан сломаны двери выпилили двери на тачках увозили закидывали товар беспорядочные ткань кидали конечно товарных все указано по-другому они там сделали якобы все красиво но по факту и дали все подряд все что они смогут у себя продать на сегодняшний момент у нас около 10 арбитражных дел в принципе все уже в таком более замороженным забин забетонирован состоянии когда чудес не происходит как вот первые два месяца я не знаю что произойдет они смогут кредиты взять все уже давно продано своими подписи они сделать могли что угодно чуть ли не меня то братство продать и уволить всех тут иметь все какашки поймали мы увидели что это банкротство кража товарных знаков кража товара в общем типичный это рейдерский захват на следующий момент на каждого есть по два уголовного дела ребят мы находимся в цехе где шить лосины в которые ходят бузова пожалуйста на самом деле уже все звезды и лобода я видел все но реально мощная компания с оборотом больше 50 минут это отдел качества тянут все швы кстати вот лосины вот наши с точки зрения производства гораздо сложнее чем вот это особенно если это сложно кроме лосины у них может случиться брак чаще просто двое вещи то она не эластичная на не тянется там чтобы на нишу шпагат садится поэтому это очень сложное изделие которое надо очень тщательно проверять здесь например проверят не тянут каждый шов там тянут потому что может тресный пресс на 50 процентов должен растянуться вот они лосины сейчас сидеть нет вот прямо магазин пришел в за наши от двух с половиной до четырех но мы не 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 дешевый сегмент мы выше среднего то есть мы не накидали либо раны еще но и это не алиэкспресс хочу кругом человеческий факт кругом на ебалово я так понял самом деле желание на живу я почему-то верю что других развитых странах это не так ну я думаю все еще зависит от круга общения мне кажется везде а еще зависть убивает самого завистника из такого же ясно так что жду новых бородачей ко мне в гости уже из петербурга приезжайте все равно когда растет аудитория будут появляться долбоеба который чё-то захотят сделать ну смирись как бы это статистический такой фактор так что так что так сломал красная кнопка что он означает energy energy diet реклама спонсор сегодня это тоже напечатано у нас все наши друзья это все отмывание бабла знаете чем время занимается вот оно оно вот он порошочек это оборудование на самом деле будет печатать на все то есть вот эти баннеры плакаты коврик для йоги носки вот это основной вещь печати трансфер в принципе вот эти три станка что мы увидели а здесь и больше этого достаточно до чтобы уже и сколько короче парни история в принципе понятно кому-то будет полезно надо распространить этот видос потому что многие не хотят работать как правоохранительных органах так и не в правоохранительных и чтобы такие истории не повторялись и те люди которые устраивают подобные захваты понимали что мир становится прозрачным и все это могут везде показать какой-то же от аж и тихо-тихо это на тормозах не спустится с вас лайк и распространение этого видео в своих соц сетях также внизу будет ссылка на youtube канал вадима и на первый выпуск с подробным обзором его захвата то есть что за судьи как поделали документы кашу закипишь станут был во дворах где вырывались в общем все интересно можете посмотреть передаем привет ему от железной ставки а